Пасторам нечего делать во всех этих спорах. И по этой причине христианам нечего делать, абсолютно нечего делать в этих спорах. Я хочу вам сказать, то, что вы слушаете наши передачи или наши богослужения, это хорошо, но они никогда не заменят вам вашей поместной церкви. Церковь Иисуса Христа – это множество маленьких церквей, и очень важно, чтобы они сохранились. Медиа служения «Слово благодати» представляет Беседы с пастором Специальный выпуск Программа «Библия говорит» получает сотни писем в неделю. Я лично читаю каждое из них и тщательно отбираю вопросы для наших ежедневных и субботних передач. Помимо этого, вы, дорогие слушатели, делитесь с нами своими переживаниями и благословениями. Это очень ценно для нас. Одно сердце, получившее мир благодаря истине, звучащей в эфире, стоит многих часов работы целой команды людей. Одна измененная жизнь через наши передачи стоит усилий, молитв и финансовых средств, вложенных в это служение. Программа «Библия говорит» и международное служение «Слово благодати» существует исключительно благодаря пожертвованиям обычных слушателей, как вы. В это непростое время, повсеместной тревоге, как никогда раньше, люди задают вопросы и жаждут избавиться от страха. Мы с вами знаем, где найти мир. Давайте вместе станем ответом на эту глобальную нужду. Поддержите международное служение «Слово благодати». Алексей Алексеевич, с какими самыми большими сложностями сталкиваются пасторы церкви сегодня? Я думаю, что сложности всегда были одни, они просто сейчас обостряются и становятся более яркими. Когда мы говорим о пастырском служении, пастырское служение всегда связано с трудностью того, что ты пытаешься помочь людям, на кого ты не имеешь прямого влияния. Для тебя, тебе, как настоящему хорошему пастыру, тебе не безразлично, чем живет человек, какие решения он принимает, потому что это напрямую влияет на его благополучие, на его благосостояние, на то, кто он, что он ощущает, как он живет. Но у тебя нет выключателя, который ты мог бы прийти, повернуть, и этот человек делает правильно и приходит к хорошим результатам. У тебя есть только косвенные инструменты влияния. Этот инструмент, во-первых, молитва, во-вторых, есть проповедь, есть личные беседы, есть какие-то другие инструменты, посредством которых ты можешь направлять человека как-то. Так вот, во время сложных периодов, таких как пандемия, возникают сразу две проблемы. Первая проблема – людям намного труднее жить, чем в нормальное время. То есть они сталкиваются с огромным количеством новых вызовов, к которым они не готовы. А у тебя, как у пастора, намного меньше возможности для того, чтобы им помогать. И вот здесь, если ты настоящий пастор, тебе небезразличны эти люди, и ты и так, и так только косвенно мог на них влиять. А здесь теперь еще сложнее оказать на них влияние. Вот почему здесь крайне важно иметь глубокое доверие Богу, иметь внутреннее понимание, что Бог допускает эти обстоятельства для того, чтобы что-то сделать и в тебе, и в них, и во всей церкви. На ваш взгляд, какую самую большую ошибку может допустить пастор во время пандемии или какие-то неверные действия? Думаю, что ряд ошибок, которые люди допускали и допускают, ну, наверное, одна из больших или часто проявляющихся ошибок в каких-то резких действиях. Когда пасторы или же паникуют быстро, и они слишком большое внимание уделяют вот тем многочисленным потокам информации, которые нас буквально сегодня зарывают в себе. Вот, или же они слишком остро реагируют на эту информацию и где-то эмоционально попадают в эмоциональную подавленность, или же они становятся проводниками этой паники для людей. Вот, другая крайность, когда пасторы, они игнорируют эту реальность и функционируют так, как будто ничего не произошло. И я видел ряд людей, таких меньшинство, конечно, но я видел ряд людей, которые говорят, ну, Господь верен, Господь нас защищал, и Господь защитит и от этого. Поэтому они ведут себя так, как будто в жизни ничего не изменилось, и они даже пытаются собираться вместе, вот, игнорируя все те. Это вторая крайность. Ну, конечно же, как в любой ситуации, наверное, пасторы, которые безразличны к своей пастве, это еще один тип ошибочных действий, которые достаточно опасны для общего состояния церкви. И здесь уже, наверное, ничем не поможешь. Если он был безразличен до карантина, то он будет безразличен сейчас. Как избежать разногласий в церкви во время карантина? У людей разные мнения, сейчас множество различных мнений, все придерживаются чего-то своего, вот как избежать? Ну, разногласий в церкви вообще всегда трудно избежать, не только во время карантина, потому что разные люди, у каждого человека есть свои склонности. Дальше. Есть некоторые люди, которые в большей степени склонны воспринимать разные конспирологические теории. Другие, они, наоборот, очень, так, нечувствительны к тому, что происходит. Третьи где-то осуждают, склонны к тому, чтобы осуждать других. Это всегда. Плюс у каждого человека есть свой уровень духовного развития. Кто-то уже преодолел какую-то одну проблему, а кто-то еще над ней работает. И поэтому, если вы достаточно долгое время в церкви, я имею в виду хороший служитель, то он всегда увидит таких людей. Они разные, и, как я уже сказал, их нельзя осуждать, потому что они находятся в процессе роста. Кто-то сильнее работает, серьезнее над собой, кто-то медленнее работает. Но мы видим, как Дух Святой все равно работает над всеми. И поэтому, для того, чтобы помочь людям в это время функционировать, так, чтобы они не страдали склоками и разными разделениями, есть один только метод – направлять взоры людей ко Христу. Направлять их к тому единственному, кто является ответом во всех проблемах, включая и проблемы пандемии. Здесь, конечно, очень важный фактор – установлен ли в церкви глобальный авторитет или стратегический авторитет Священного Писания. Если в церкви взращивался авторитет Священного Писания, то тогда, когда вошли в полосу трудностей, пасторам легче, ссылаясь на Писание, приводить людей более-менее в спокойное состояние, как к единому знаменателю. Если же такого авторитета не было воспитано в сознании людей, то тогда авторитетами являются люди. А люди, как ты понимаешь, имеют самые разные взгляды. И кто-то говорит «я Аполосов», кто-то «я Кифин», кто-то «я Павлов», «я Христов» и так далее. Это, к сожалению, то, где обнаруживает себя или находят себя многие церкви. Должен ли пастор выражать свое мнение по спорным вопросам? Или лучше оставаться нейтральным? Смотря каким. По каким вопросам? Сегодня столько много разных спорных вопросов, что если ты будешь выражать мнение по каждому из них, то у тебя это займет всю твою жизнь. Вот сейчас мы говорим о пандемии, и очень много есть спорных вопросов. Откуда это? Зачем? Почему? Ну, даже здесь, какая разница откуда? Если ты заболел, или люди заболели, или люди в твоей церкви потеряли работу. Ну, какая разница, откуда она пришла? Тебе сегодня нужно решать вопрос, как помочь этим людям жить. Если ты будешь копаться в том, откуда она, или же из лаборатории в Ухане, или же из этого рынка в Ухане, это не изменит твою реальность, в которой ты... Ты можешь для себя казаться очень умным, что ты вот раскопал какую-то конспирологию, но тебе это не поможет жить. Не поможет жить ни тебе, ни церкви. Поэтому пасторам нечего делать во всех этих спорах. Вот почему я никогда, во-первых, не пишу об этом, и никогда не отвечаю. Даже тогда, когда кто-то пытается втянуть меня в подобные разговоры. Ну, например, если, допустим, возьмем эту информацию, совсем недавно, буквально вчера, президент Трамп на своем ежедневном брифинге, он говорил, опять-таки я не слушал, я читал только описание одного корреспондента, он говорил о том, что вполне возможно, что этот вирус в действительности, он также перешел от летучей мыши на человека, но не на рынке, а в лаборатории, которая была, вирусологическая лаборатория в Ухане, вот, и пациент номер один был работник этой лаборатории, вот. Опять-таки, когда он говорит, президент говорит, у него, конечно, больше источника информации, чем у меня. Но даже он говорит, он говорит, it seems like, то есть это кажется как будто так. Но если это ему seems like, то мне тем более, то есть если президент одной из самых мощных стран в мире, имеющих разведку и все инструменты, как получить точную информацию, если он не уверен, то как же я могу вообще оперировать эти данные? Проблема в том, что многие пропускают эти слова не уверен и говорят, а Трамп сказал, и значит это так. Ну, опять-таки, опять-таки, вот для меня очень важный факт следующий. Что изменит этот спор? Реально этот спор ничего не изменит, ни в моей жизни, ни в жизни людей, за которых я отвечаю, которых я забочусь. Это то, что не приведет к пользе, не принесет пользу ни им самим, ни людям, с которыми они спорят. Вот о чем апостол Павел предупреждал Тимофея, когда он говорил, если помнишь второе послание к Тимофею, вторая глава, в 20-х стихах он конкретно пишет, он говорит буквально следующее, я хочу точно представить. «От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они не рождают ссоры». Он пишет невежественных состязаний. Невежественные состязания – это состязания, в которых ты не имеешь достаточной информации, но пытаешься каким-то образом формировать свою позицию и как-то свои пять копеек туда вставить. То есть это ничего положительного не приносит, а сложностей производит очень много. Но это не говорит о том, что пастор не должен выражать свое мнение ни по каким спорным вопросам. Есть много разных спорных вопросов, и в некоторых вопросах есть ясные позиции Священного Писания. Ну, например, спорные вопросы, когда некоторые одни люди начинают осуждать других, тех, кто заболел коронавирусом. Писание ясно говорит об этом, и вот здесь пастор должен прийти и сказать. Знаете что? Писание говорит о том, что мы все подвержены тлению. Писание говорит о том, что любой человек может заболеть одной болезнью, какой-либо болезнью. И поэтому, если кто-то скорбит, страдает ли один член, с ним страдают все члены. И вот по таким вопросам пасторы, конечно, должны приходить и говорить то, что говорит Священное Писание, и провозглашать истину и помогать своим людям правильно ориентироваться. Что делать, чтобы церковь не разобщалась во время карантина, а наоборот сплотилась? Особенно, может быть, в церквях, где невозможно проводить прямые трансляции или делать запись в более маленьких церквях. Это вообще сложно даже для тех церквей, которые проводят прямые трансляции. Мы, конечно же, благодарим Бога за наше медиаслужение, которое Бог позволил нам развивать последние 18 лет. И оно оказалось готовым к тому, чтобы транслировать и помогать многим-многим людям, не только членам нашей церкви. Если посмотреть на количество людей, которые смотрят наши прямые трансляции, то мы видим, что это количество в разы превышает количество членов нашей церкви. То есть многие-многие люди, они пользуются нашим ресурсом. Но даже при всем этом у нас нет уверенности, насколько мы сегодня, насколько члены нашей церкви не разобщены. Конечно, у нас есть домашние группы, и они играют большую роль. И наши руководители домашних групп, они собираются в зуме со своими группами, с теми, за кого они ответственны. И это позволяет нам ощущать единство. У нас есть пастыри, которые отвечают за домашние группы, и они встречаются с руководителями домашних групп, тоже в зуме для того, чтобы поддерживать с ними связь, быть для них поддержкой. Но все равно, все равно это не заменит личного общения. Поэтому это одно из испытаний для церкви. Но я хочу сказать особенное слово к тем служителям, к тем пастырям, к тем членам церкви, которые в маленьких церквях, и которые сами не могут проводить таких богослужений, и они не делают трансляции, нет ресурсов, нет возможностей. Я хочу вам сказать, то, что вы слушаете наши передачи или наши богослужения, это хорошо, но они никогда не заменят вам вашей поместной церкви. Это чрезвычайно важно, чтобы вы молились о своей церкви, поддерживали свою церковь, чтобы вы молились о своих служителях, чтобы вы могли позаботиться о том, чтобы тот светильник, который горел в вашей местности, он ни в коем случае не потоп. Конечно, пастырям таких церквей, наверное, нужна особая сила для того, чтобы обзванивать членов церкви, для того, чтобы каким-то образом поддерживать с ними связь, для того, чтобы быть сердцем с ними, чтобы их любить, чтобы как-то им помогать, какие-то ресурсы им давать. То есть это очень важный вопрос, и я думаю, что это большое испытание для церкви в целом. Ведь если посмотреть, большинство церквей, евангельской церкви, это более мелкие, маленькие церкви, и они играют очень важную роль, очень важную роль. Церковь Иисуса Христа – это не только большие церкви, которые видны. Церковь Иисуса Христа – это множество маленьких церквей, и очень важно, чтобы они сохранились. И очень важно, чтобы служители этих церквей понимали свою роль и свое место. Я не заменю их, потому что я не знаю этих людей, у меня нет с ними личной связи, а вот у служителей есть эта личная связь, и они, может быть, могут использовать наш ресурс просто как дополнительный элемент, который помогает сейчас, но они ясно должны понимать, что личная глубокая связь с членами церкви должна быть у них, и они должны ее возгревать и практиковать, насколько возможно. Вот вы говорите сейчас очень интересную вещь по поводу того, что многие церкви смотрят нашу или другие онлайн-трансляции, и существует реальная опасность. Некоторые пасторы переживают, что по окончанию карантина они растеряют свою церковь или своих членов церкви в пользу вот этих других церквей, которые они привыкли слушать, куда они привыкли ходить. Вот что делать, помимо, может быть, телефонных звонков, возможно ли что-то сделать, чтобы члены маленьких церквей ценили именно свою церковь? Ну, во-первых, никто не знает, сколько какая церковь растеряет в результате этих необычных обстоятельств, и большие церкви тоже не знают, сколько они потеряют, сколько людей соберется после того, когда разрешат собираться. То есть это все в неизвестности в каком-то смысле. Но когда мы говорим о том, что вот какие-то церкви, они обладают меньшими ресурсами и в меньшей степени способны оказывать влияние на своих людей в это время, наверное, все определится в большой степени внутренней позицией духовной каждого служителя или группы служителей, которые есть в церкви, насколько они любят своих людей. Ведь притягивает людей любовь. Хорошая программа в церкви, организация в церкви – это то, что может ярко засветиться в какой-то момент, но это никогда не удержит, это никогда не станет вот тем якорем. Вот якорем будет пастырская забота. Вот человека, который любит. И когда член церкви знает, что его здесь любят, он может почитать хорошую книгу, которую Пайпер написал, или он может посмотреть богослужения, которые слово благодати проводят, но он будет знать, что мой пастырь вот здесь. Мой пастырь – это тот человек, который был со мной, когда мне было трудно, который пришел с добрым советом и со словом поддержки, тогда, когда я проходил или проходил через болезнь. Вот эти отношения сохранить чрезвычайно важно. Некоторые говорят, что карантин может продлиться до осени или даже до следующей весны. Что делать в церкви, если карантин продлится еще очень долго? Ой, не знаю. Не знаю, что делать. Почему? Потому что мы никогда не были в таких обстоятельствах. Единственное, что я знаю, что Господь покажет свой путь. Он даст свой вариант. И Он сохранит своих. Это точно. Нам, пастырям, нужно всегда, каждое изменение ситуации, она изменяется очень быстро сейчас, каждое изменение ситуации воспринимать так, чтобы мы вот перед Богом стоим и смотрим, Господи, что лучше здесь, в данной ситуации. Нам нужно ясно понимать, что мы не решим всех проблем. У нас не будет возможности, которые в совершенной степени бы ответили на каждый вызов. Но мы можем в каждой точке быть верными Богу, используя те ресурсы, которые у нас есть. И в этом и заключается задача каждого христианина. Здесь нужно избегать какого-то сравнения себя с кем-то, осуждения других. Один из вопросов, который встал, это вечеря Господня. Вот некоторые пошли по одной, по другой, по третьей форме. Если люди искренне стоят перед Богом, это их личный разговор. Эти пастыри, эти служители, они лично перед Богом смотрят, и они принимают решение, или они позволят это делать каждой семье, вот тогда, когда пастыр преломляет хлеб в церкви, или же они выберут решение другое. На мой взгляд, здесь нужно понимать, что эта ситуация неординарная, чрезвычайно новая, и она большие вызовы нам бросает. И поэтому нам просто нужно учиться, нам нужно понимать, что мы находимся в процессе, в пути, в котором мы не ходили, и в процессе, когда Бог нас испытывает и учит чему-то. И когда мы стараемся быть верными Ему, Господь благословит. И Он сохранит и проведет свою церковь и в эти времена. Хорошо, спасибо большое. Слава Богу. Друзья, спасибо за то, что вы были сегодня с нами. Не забывайте поддерживать нас молительно, и, конечно, присылайте свои вопросы. Всего вам доброго. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Кулакова